В здоровом теле здоровый дух. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. В зал приглашают заниматься всех желающих от 12 до 17 лет на бесплатные тренировки. Правильная поза, дыхание – важно сосредоточиться. Рывок, и вот тяжелая штанга, взмывает в воздух. В тренажерный зал Клуба здоровья Федор ходит всего год, но за такой короткий срок уже успел улучшить свою физическую форму. Начинал с базовых упражнений. Занимался я по комплексу, который висит в этом тренажерном зале, наверное, месяца три. Потом принесли какие-то листочки, подготовка к соревнованиям, и вот по ним уже начал заниматься базу, атачивать, трейборья. Там висит, становая тяга и жим. И потихоньку так набирал, и все. Валерий Краснов занимается в Клубе здоровья уже третий год. Пришел, чтобы подтянуть физическую подготовку, укрепить мышцы, стать сильнее. Немалую роль в успешных занятиях играет атмосфера. Опытные ребята всегда стараются поддержать новичков. Если сюда придет новый человек, то тут есть прекрасный педагог Светлана Николаевна. Она обо всем расскажет, все покажет, будет всегда рядом. И все, кто тут занимается, станут друзьями тебе, и тебе будет очень комфортно и круто. Ребята из тренажерного зала часто проверяют свои силы в соревнованиях, как клубного, так и городского уровней. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. Центр внешкольной работы приглашает всех горожан, подростков, ребят, которые хотят иметь достойную физическую форму, подготовку, красивую фигуру, в наши тренажерные залы, которые располагаются в клубе «Здоровье», «Мечта» и «Греция». Занятия бесплатные для ребят от 12 до 17 лет. Дополнительную информацию можно получить по номеру 3-37-26. В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей. Цитата из советской песни точно описывает суровую спортивную игру. Волевой характер, железная дисциплина, постоянные тренировки – так воспитывают в Ледовом дворце будущих чемпионов. Знакомство со льдом для маленьких хоккеистов начинается с уроков катания. С помощью специального тренажера они учатся стоять на льду, держать равновесие. А потому в первые полгода новички не берут в руки клюшку. Немало времени ребята проводят и в гимнастическом зале, поскольку успешный хоккеист всегда должен быть в отличной физической форме. На начальном этапе спортивно-оздоровительные группы – это простейшее обучение катания на коленках. Это так же, что на льду, что и на земле – это равновесие, баланс. Соответственно, подвижные игры и спортивные игры уже постепенно начинают прерывать в футбол для начала. А потом уже, когда подрастут немножко клюшки, начинают играть в хоккей. Хоккей – прежде всего дисциплина. Тренер становится наставником для юных спортсменов. А команда спустя годы тренировок и десятки пройденных игр – настоящей семьей. Они выходят играть на площадку все вместе, чтобы добиться победы. Это, во-первых, игровая дисциплина, самодисциплина. И надо помогать друг другу плечом к плечу. И потом они считают это как своей второй семьей, а тренера – своим вторым родителям. Сейчас открыт набор на бесплатное обучение мальчиков и девочек 2018 года рождения. Занятие будет вести тренер Максим Новиков. Также дополнительный идет набор в команды 2017-2016 годов рождения. Подробнее о тренировках, необходимой экипировке будущих хоккеистов родители могут узнать по телефону 906-00 или придя в Ледовый дворец по будням с 17 до 20 часов. В Касимове прошел третий этап соревнований по автокроссу выше Радуги. Ребята из клуба «Горизонт» вернулись с призовыми местами в классе баги. На соревнованиях ребята показали мастерство, а также подготовленность своих машин. Виталий Дороднов в автоспорте шестой год. Потолкнул его папа, а потом молодой человек и сам втянулся в занятия. Своя машина у спортсмена появилась примерно полтора года назад, и она пока ни разу серьезно не подводила. Виталий неоднократно привозил с гонок призовые места. В этот раз в Касимове на третьем этапе открытого чемпионата и первенства по автокроссу выше Радуги он занял первое место в классе баги. Для него это третья гонка в соревновательном сезоне. Третий день самый важный у нас был второй финал, то есть финал, на который уже определял место на пьедестале. Конечно, мандраж был легкий, конечно, перед любой гонкой это есть, у всех гонщиков много с кем общался по этому поводу. Ну, в принципе, нормально. Стоял уже на старте, думал, все, сейчас отъезжу, заберу место и приеду в Сару с победой. Как получил медаль, подарил маме, сказал спасибо за то, что со мной ездишь, помогаешь мне. Во время соревнований ребят всегда поддерживают родители, помогают им в подготовке и на самом старте. В клубе есть поколение автогонщиков, которые ездили на одной машине. Так у Данила Панкратова его баги перешла от дедушки. На соревнованиях в Касимове спортсмен занял второе место в классе баги. По мнению Данила, чтобы победить на соревнованиях, у гонщика должно быть сильное желание. Самое главное – это желание и сила, и опыт вождения. Без опыта вождения можно выиграть, если удачно будет. Но самое главное – это желание. Вот самое большое, самое главное – это желание. Если желания нет, то нет толку ездить. Перед каждым соревнованием машины тщательно готовят механики. Проверяют двигатели, коробки, болты, колеса. По необходимости подкручивают, ремонтируют и укрепляют. А водители отрабатывают маневры и навыки в случае заносов. Учатся экстремальному вождению. Перед практикой спортсмены из клуба «Горизонт» изучают теоретический материал о том, как устроены машины. На соревнованиях в Касимове Руслан Кутумов почти подобрался к пьедесталу. Занял четвертое место в классе D2 юниор АК. Спортсмен считает, что это тоже неплохой результат. Не хватило времени. И из-за того, что на полуфинале я не очень быстро ехал, получилось так, что приехал четвертым. Столкнулся я с тем, что мне помяли дверь, причем очень так неплохо, помял каркас безопасности. Затем чуть-чуть его за ночь вытянули, все сделали. Трудности были, но они не столько значительные. В сентябре у «Горизонта» запланированы еще одни соревнования, после чего ребята будут готовиться к зимним стартам. Секция автоспорта подросткового спортивно-технического клуба «Горизонт» приглашает на занятия ребят, мальчиков и девочек от 13 лет. С 1 сентября с улиц французской столицы пропадут электрические самокаты. Решение о запрете приняли по итогам городского голосования. В нем участвовали более 100 тысяч жителей Парижа. За запрет – 89%. Член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила запретить использование электросамокатов и в российских городах. Электросамокаты прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас почти у каждого ТЦ в парках и на аллеях стоят прокаты, а некоторые обзавелись и собственным аппаратом. Для одних это удобное и мобильное средство передвижения, для других – смертельная опасность на двух колесах. Регулировать и контролировать электросамокаты сложно, поэтому власти предложили ужесточить правила для их использования или вовсе их запретить. Париж с начала сентября решил полностью отказаться от электросамокатов. Местные жители практически единогласно выступили за запрет. Их утомили разбросанные на улицах самокаты и постоянные аварии. Мы решили выяснить, как саровчане относятся к этому способу передвижения. Мешают. Страшно ходить. Особенно нам, к интерьерам. Мы сами пользуемся. Нет, не мешает нам самокатчиков. Есть риск опасности упасть с них. В принципе, они полезны. Можно быстро передвигаться. Но при этом стоит все-таки как-то их ограничивать, да? Ну да, да, да. Российские власти идею об ограничении для самокатчиков или абсолютный запрет СИМов поддерживают. Решение предлагают принимать на региональных референдумах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2019 года количество ДТП с электросамокатчиками увеличилось более чем в 40 раз. По мнению парламентария, если раньше случаи аварий СИМ были отдельными, то сейчас проблема приобрела массовый характер. Прежде всего, в ДТП страдают дети и пожилые люди. Да, я сама очень обрадовалась, когда увидела их на нашем городе. И активный такой пользователь. И вместе с тем, конечно, меня немного настораживает то, что когда ездит по нескольку человеку на одном самокате, когда быстро ездит, то есть, конечно, с этим что-то можно было бы сделать. И вместе с тем не хватает хороших асфальтированных дорожек. Скатов хороших, удобно, чтобы не было бордюров и прочее. Перенос движения мобильного транспорта в Сарове на отдельные дорожки невозможен. Ведь инфраструктуры для этого нет. К счастью, с начала года у нас в городе официально зафиксированы лишь два ДТП с участием электросамокатов.